Приветствую себя, друзья! Вы на канале Шедуэлл Плей. Меня зовут Дмитрий, друзья! Мы продолжаем с вами Divinity Original Sin. Находимся возле храма эльфов, где, наверное, договорились с Александаром не нападать друг на друга, а выступить против Черного Круга и какого-то Белоликого. Кстати, его армия вон стоит внизу, как бы нам с ним... С его армией не пришлось драться еще раньше, чем я думаю. Наверное, может пойти их разлупить, внизу стоящих. Не знаю. Пока что подумаем, что делать. Мне нравится костюм Сибилы, смотрите. Ее не отличишь от местного мира, который вокруг находится. Я даже не думал ее так одевать. У нас сама себя так одела. Правда, босиком ходит? Интересно. Неужели у нее нет других предметов более полезных на ногах? Да нет, есть. Башмаки саламандры, но они почему-то зеленые, они 12 уровня. Вообще-то, конечно, уже пора бы и заменить и сапоги, но мы в прошлой серии очень хорошо потратили все наши средства, и денег на Сибилу не осталось. Она у нас ходит босиком. Ладно. Давайте смотреть. У нас с вами повысили у всех уровень прошлой серии. Ну, уровень повышения нашего уровня, вернее, довольно простой, без всяких там новых навыков, которые находятся в мирных умениях или в талантах, к сожалению. Мирные умения мне очень нужны. Убеждения нужно очень побыстрее качнуть, как можно скорее. Но, к сожалению, не получается мне этого сделать. Этот уровень повышается, я не знаю, раз, наверное, в 5 уровней, может быть, меньше, может быть, раз в 3 уровня, но редко. Поэтому удовольствуемся тем, что есть. Я хотел посмотреть вот сюда, что нам нужно из памяти. Скорее всего, это повышение мы потратим чисто на расширение нашей памяти. Во-первых, у меня есть преодоление. Наносит 215-239 физического, плюс еще по 30 практически водой и воздухом, но это благодаря мечу. Если ваша физическая броня выше, чем врага, его физическая броня уничтожается, может отправить нокдаун. Классная вещь. Классная вещь. Учитывая, что у меня довольно высокая броня физическая, то я его просто размажу. Просто поддеть и снять броню, это же очень здорово. Военное дело 5 у меня имеется. Ну что, будем учить? В принципе, 3 ячейки памяти вполне мне под силу, если я сейчас возьму и выучу. Правда, все маячки ушли сюда, на телосложение и на силу ничего не осталось, но зато у нас получится супернавык. Который нам удастся сейчас выучить. Да, он у нас появился на 3 ячейки памяти, то есть на всю мою энергию истока, магию истока. Куда он там добавился у нас? В нулевой, наверное, ячейку, да. Давайте я, наверное, как бы... Не знаю, куда его деть. Куда-то его подальше засунуть. Активная броня. Давай его вместе с яростью. Активная броня очень похожа с яростью. Один и тот же значок практически. А это чуть-чуть разделим, чтобы я случайно не нажал. Это очень мощные таланты. И ноль будет разделителем. Хорошо. Смотрим дальше. Доступно. Дальний бой двуручный. Двуручный? А, снаряжение какое-то дает мне двуручный, я думаю. Ничего себе, можно двуручным пользоваться. А у меня его нет. Возмездие, стойкость, военное дело, десятка. Можно сделать одиннадцать. Пятьдесят пять физического урона. Хе-хе. Круто. Имеет десятку, да. Снаряжение, правда, плюс четыре дает. Ну да ладно. Ну что будем повышать? Давайте, наверное, одноручные. Тридцать пять к урону, тридцать пять к точности. Пусть будет. Фенин, что у тебя с памятью? Я знаю, мы выучили дофига много классных заклинаний. Кстати, их надо еще разучить. У них у нас сумки лежат у Лоуси. Каждому свое, естественно. Что тебе не хватает? У тебя есть тоже есть супернавык, который называется добивающий удар. Наносит двести восемнадцать урона. Урон надувается, если вы перемещаете скрытно или невидимый. Цель сменит, ну, многенно умирает. Тоже классная вещь. Но фейна не получится его прокачать, хотя к этому надо стремиться. Такие приемы надо иметь, конечно, в арсенале. Впереди у нас очень сложные битвы. И их обязательно надо, наверное, разучить. Тем более, это знание вора. Нужно искусство убийства пять. У него это есть. Давайте, наверное, мы тоже память качнем. А потом что-то лишнее уберем. Тут есть у нас какие-то такие, которые мы не пользуемся практически. Ну, вот, например, молчание. Хотя молчание классная вещь. Вот крыльями они пользуются. Хотя вещь тоже неплохая, зря. Инкарнаты я вызываю. Петух у нас постоянно с нами. Ну, давайте две памяти дадим. Давайте две памяти врежем. Пусть так и будет. А здесь двуручная. Пятьдесят процентов к урону и десять к уклонению. Неплохо. Искусство убийства. Плюс сорок пять. Множитель урона. Критического урона. И два и три. Скорость движения. Давайте два оружия на десятку сделаем. Потому что у нас в любой момент оно может понизиться из-за снаряжения смены. И мы не успеем восполнить потом. У нас не будет навыка. Так, Лоуси, смотрим на твои заклинания. Тоже, походу, надо будет что-то тебе разучить. У тебя есть отличное исцелительное паровое копье. Угу. Восстанавливает триста в течение потопового сына пара, который составляет союзников на своем пути. А также снимает эффекты горения, некропламени, болезни и порчи. Давай тебе одну дадим. А одну вкачаем. Хотя у тебя есть еще зоркий глаз, дальнозоркость. Дальность навыков персонажа, дальность боя на четыре метра. Можно вообще стать очень далеко и пулять. Тоже классная вещь. Ладно, давайте все вкачаем. Все вкачаем, давайте в память. Память, память, память. Пусть сегодня будет у нас повышение уровня в честь нашей памяти. Ну а здесь мы добьем, мы добьем дальний бой, наверное, да? 45 к урону, 10 шансов крита. Давай девяточку. У всех одинаково мы делаем. Давай выучим вот это. Правда, у нас места уже нет. Но сейчас мы, сейчас я освобожу. Минуту. Подожди, это моя сумка? Это ее сумка. Это ее сумка. Это сюда. И вот это сюда. Ну, она там и была. Просто вылезла на панель. Так, что еще у нас менее всего используется? Ну, спиритизм можно, наверное, перенести будет. Не знаю. Куда я его перенес? Я его просто выбросил. Ну да, спиритизм надо добавляться в неизвестном направлении. У нас, кстати, есть еще жизнь на грани. Ее надо поближе поставить. А как нам все перенести? Откуда нам дано оно? Я же его не учил. Оно само появилось. Как переносить предметы? Вы не знаете? Я не знаю. Все честно. Нет, ты это взял, понятно. Взяла, вернее. Но как перенести его? Все просто взял и выбросил. Красавец. Теперь просто открываешь книгу и перетаскиваешь обратно, да? То, что тебе именно нужно. Ну, давай это сюда добавим. Оно у нас ушло, походу. Жизнь на грани. По-моему, она от предмета нам дается какого-то. Точно, я не помню какого. Давай его сюда засунем. Кровавый дождь. Ну, нужен, не нужен. Можно его пока спрятать. Давайте выучим паровое копье. Все-таки вещь полезная. К целебным заклинаниям его добавим. А вот это я сейчас выброшу. Нафиг. Потом добавлю обратно. На вторую ячейку вот сюда добавим. Тут, кстати, еще есть метка снайпера. Давайте, чтобы их видно было, эти заклинания. Которые я сбрасываю. Ну, все, эти так. Нужны, не нужны. В бою быстро не надо их будет применять. Все. Это мы добавили. Что у нас разучено? У нас разучено вот это следующее. Много еще чего не хватает. Можем добавить, кстати, дальнозоркость. Это тоже не очень важный навык. Но, 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 но. Можно, конечно, другую взять. Восстанавливает магическую броню всем союзникам вокруг прочитавшего заклинания. Вот это надо, наверное, выучить. И добавить это, наверное, в заклинания исцеления какие-нибудь вот сюда. Вот это, наверное, больше пользы будет. Все. Нормально мы разучили. Ну и Сибилла осталась у нас. Наша Сибилла. У нее заклинаний очень много. И очень классных. Поэтому память 100% ей вкачиваем. Метеоритный дождь. С небес 25 огненных шаров. Каждый нанесет в радиусе 3 метров от места падения. А это что? Костяная клетка. Добавляют физически за каждый труп вокруг вас. Вот это и надо выучить. Наверное, наверное, не будем спешить. За магию истока. Заклинания. Выучим кое-что попроще. Да. Мы так, наверное, и сделаем. Но память по-любому прокачиваем. Так. Память 2. Ну а здесь дальний бой одноручный тебе не интересует. Что-то, что-то, что у нас отпало. Некромантия давайте на пятерочку сделаем. На четверочку. Мы же ей пользуемся, да? Мы пользуемся воздухом. Вообще-то мы молнии чаще бьем. Землей и огнем. Но огнем у нас... Ну и некромантия тоже иногда бывает. Давайте все параллельно будем вести. Не знаю, чему это приведет. В итоге получится слабый маг. Ни в чем не развитый, да? Ну, не знаю. Посмотрим. Пока что справляемся. Так. Это хорошо. Верните Сибилу. Что у нее с заклинанием? У нее тоже бардак. Что у нее на втором? На второй ячейке. На второй ячейке есть развеять иллюзии. Отменять видимость иллюзии, вызванные белоликим. Это то, что мы с капюшоном приобрели. Это нам понадобится в поисках белоликого и все, наверное. Правильно? Правильно. Из неважных заклинаний. У нее просто их нет. А вот это. Что он тут делает? У тебя ж он есть? Есть. Просто занимает место, да? Значит, это сюда. Огненная. Но тут нужен исток. Истока у нас пока нет. Вот. Посох мага. Посох мага. Урон. Но это иногда надо бывает. Надо. Поэтому его оставляем. В принципе, все нужно. Ладно. Это можно закрыть. Давай выучим. Клетку. Физическое обронятие. Я думаю, пригодится. Годится. И еще одно у нас осталось очко. Можем добавить самопожертвование. Опять же, это же некромантия, которую надо качать. Вы можете вернуть союзника к жизни, принесять себя в жертву. Но он носит вам. И воскрешает выборного. Вот это вещь хорошая. Если меня воскресить, возможно, она будет умирать. Она часто умирает. Блин, это очень крутое заклинание. В последний момент, знаете, сработает инстинкт самосохранения. Поднимает ходячую гору костей, которая способна поглощать трупы, чтобы восстанавливать здоровье и увеличить наносимый урон. Призывание здесь нужно. От урона колдующего, умение призывание? А зачем тогда некромантия? Не понял. Зачем тогда это нужно? Тотем стихии. Ладно, вот это вот. Самопожертвование. Мы его как раз поставим, наверное, в самый... Редко будем им пользоваться. Я надеюсь. Подождите, я его не могу перетащить. Блин, где оно? А, оно у нас добавилось, понятно? Все. Готово. Защелкиваем. Теперь у нас комплект. Главное не забыть, что у меня на той панели есть еще заклинание. Это самое сложное. Во время тяжелых битв, когда ты сосредотачиваешься немножко на ином. Ну что? Пошли искать Белоликова. Я, в принципе, знаю, где он. Тут мы не пройдем. Тут эти, как его, ненормальные эти. Бопящие, поэтому надо будет обходить через вот этот вот портал. Но как раз возле пещеры и окажемся. Вот и пещера. Напротив пещеры. Поэтому давайте сюда телепортнемся. Отсюда мы не выйдем пешком. Храм Тирцентериуса Рали... Ралика, да. Сюда. Там, где надо. Да, мы появились. Пещера впереди нас. Табурет. А это кто? Безмолвная. А ты кто? Подожди. Почему я тебя раньше не видел? Аура безмолвия. Не понял, где это телепортнулся? В какой-то стороне. Где тут пещера с этим? Нифига не пойму. А, все. Начал понимать. Хорошо, я понял. Здесь у нас вход в пещеру, да? Да. Так, подождите. Если я стою лицом... Лицом сюда. Слева пещера. С кровью, правильно? Правильно. Здесь мы убили тролля. Впереди безмолвная. Это может быть квест. И плюс еще мужик какой-то. Грабитель черного круга. Ну, они все, походу, заодно. Ладно, пошли посмотрим. В пещеру? Все-таки мне кажется, что здесь надо применять... Вот этот капюшон и заклинание, которое сейчас на Сибиле надето. Оно, Сибила, давай, ты нас умная. Жалко, что у тебя истока нет. Алтарь перед вами кажется довольно простым. Нет на него ни посредительной надписи, богу ни подношений. Так, прошатать молитву. Но мы это делали. Холодные видимые губы касаются вашего уха, кровь. Это мы слышали в прошлой серии. Ну, давайте попробуем. Мне все время кажется, что второе должно быть ниже. Вот это, врубаем. А ну. Сработало. Сработало, ребята. Мы нашли тайную пещеру, где, наверное, сидит безликий. Бельжалый алтарь. Слушайте, давайте пока я помню. Тут у Лоуси аж можно купили на десятки тысяч заклинаний. Даже для меня есть вызов. Поэтому давайте учить по очереди прямо с ее сумки. Так, есть вор. Заводная игрушка. Блин, хорошая вещь. Может, его надо было выучить? Так, есть ужасающая жестокость. Вдар кинжалом, который наносит и вызывает ужас и кровотечение. Так, каменный выброс. Это для Сибилы. Это что? Книга буря стрел? Подожди, Лоус этого не знает, разве? Не знает. С него убирается область 15 стрел, каждый который... А что ты его не выучил? Третья и память, и все. А, это очень мощное заклинание. Это давно, кстати, оно у меня уже есть. Вихр стрел точно у меня имеется. Ну все. Разучили, что могли. Дальнозоркость этим мы и владеем. Да, вот это, может быть, стоило выучить, а? Стоимость 3 памяти, но... Это очень мощная вещь. Я помню по первой части, видите? Это одно из мощнейших заклинаний в игре. Когда мы разрываем всю толпу... Стрелами, падающими сверху. Ладно, мы что-то разучим, посмотрим, что там за белоликий. Может быть, тогда придется перегруппироваться, переучить заклинания. И мне, и всем остальным. Пока что идем с чем, что есть. Одежонку прикупили в прошлой серии. Чуть-чуть повысили себе характеристики. 10 тысяч опыта за то, что мы нашли лагерь Черного Круга. Ничего себе. Слушайте, пошли, наверное, с безмолвной поговорим. Хотел сказать, безмолвной. Может, она мне квест даст на этого безликого. Еще, может быть, что-то еще дадут, чтобы я не просто сюда заходил. Пещера просто рядом. Но и они-то рядом. Пока я его не убил, я думаю, с ними можно еще поговорить. Но что дальше-то будет? А если я с ним сражусь, то все. Наверное, я уже диалоги вести с Черным Кругом не смогу. Капитан Черного Круга стоит перед вами. Она выглядит до странно-непримечательной, думаете, вы для Черного Круга. Но тут в вашей голове раздается голос. Скажи мне, кто ты мертвец, или я убью тебя. Не сомневайся во мне, ибо я говорю правду. Задаться вопросом, читает ли она ваши мысли. Вообразить, как вы танцуете с ней пьяной под луной. А ну? Выражение лица не меняется. Она не может читать ваши мысли. Зато вы можете читать выражение лица. И она явно теряет терпение. Скажи мне, кто ты, или я убью тебя. Сказать ей, что Белолики поручил вам убить Александра. Раз. Так что убей орденских свиней, убей пробужденных, убей их всех, и тогда, может быть, ты будешь жить или умрешь. Понятно. А это тут что у нас? Ящер с на... А, это храм ящера, наверное, да, уже пошел. Там нам надо было с кем-то повидаться. Ладно. Белолики. Я думал, мы с ней договоримся о чем-нибудь. Хотя там еще алхимик есть. Можно ли кто-то купить, пока есть возможность? Он смотрит вам в глаза, протягивая к вам руку и ладонь вперед, под кожей струятся змеи, подобные спирали. Кожа чернеет. Он исходит от уютным черным дымом. Вам рот, язык пересыхает, становится жестким, почти чешуйчасом, и вы ощущаете, что ваш усток беспокоится, словно черный глаз алхимик оттянутся на себя. Черная дымовая змея завладевает вашим языком, и ваша суть ускользает от вас. Вам является видение армии, нежить и поднятая, дабы обратить мир в безжизненную пустыню, а во главе ее король бог. Напрячь волю и отразить заклинания, мягко отправить змею обратно к нему. Дымовая змея возвращается к хозяину. Ваш рот вновь в полном порядке, алхимик рожается шипящим смехом. Какой приятный человек. Кстати, можно торговать с ними пока еще. Там что-то рассказывает, еще призыв голодного цветка, а, ну у меня денег уже нет. Ладно, не будем на это смотреть. Все это, конечно, хорошо, но у нас реально нет средств. Он подносит руку к виску, знак левеста черная дымовая змея, скользит вокруг запястья и тут же исчезает. Короче, торговцы, походу. Там кровяка какая-то. Здесь ящер-сновидец. Ладно. Но мне с ними потом придется сражаться, я так понимаю, со всеми сразу, да? Смерть прошлой уйдет. Враг твой идет. Наза остановиться закатились, так что видны одни белки. Пальцы его подрагивают, и вы ощущаете внезапное холодное присутствие. Дыхание ваше очищается, и в голове начинает пытливо звучать голос. Ифан добыча, который ищет мой господин пробужденный. Убеждение силы рассержено, и резко подумать в ответ, он не прав. Пусть лучше убирается из вашей головы, если вообще хочет проснуться. Успех. Холодное присутствие тает, вы делаете глубокий вдох, голос говорит с вами на прощание. Хорошо, ступай и служи королю богу. Мы кого-то отбили. Глаза с норица не фокусируются на вас, разум его всецело стоточен на мрачной забаве, он терзает магистра. Ладно, ладно. В общем, я пока что запутался. Малость. Кребитель черного круга. Мародер нежить поднимает глиняный бокал, с виноми пьет залпом. Вино тут же вытекает из него через дыру. В боку он смотрит на вас и пожимает плечами. Сила привычки. Жизнь вновь станет прекрасной, когда победит король бог. Заметьте, что он выглядит уверенным в успехе. Мне не нужна уверенность, у меня есть вера. Король бог исцеляет увеченных, воскрешает павших. Я был мертв и позабыт, пока он не поднял меня. Он вознаграждает тех, кто ему предан. Спросить, что это за король бог? Мародеры задают недовольное к вахтание, все, на что способна его иссохшая гортань. Ты что, не понимаешь, как устроен мир? Король бог есть истинный король. Так называемые семеро богов преодолели его и знали. Но пришло время возвращения. Пожурить его за то, что он растрачивает в пустую доброе вино. Это живые тратят вино в пустую, они же и тратят в пустую. Король бог изменит все это. Да, не хотелось бы мне с ними, конечно, вступать в схватку, но, походу, придется. Еще пару храмов тут имеется. С различными премудростями. Ладно, пошли к Белоликому. Я, возможно, потеряю несколько квестов. Из-за этого. И пару диалогов пропущу. Может и не пару, может и больше. Но надо его убивать. Хотя убивать еще не обязательно. Он там с нами тоже побеседует, наверное, малость. А потом только, наверное, да, схватка начнется. А тут небольшая пещерка, слышите. Я думал, тут огромная пещера. На самом деле здесь... Просто арена. Просто небольшая арена. Лагерь Черного Круга. Цвета каменная броня. Пригодится. Деньги нам тоже не помешают. Но я не вижу белое... А, вижу. Грабитель Черного Круга. Ну, у него тут армия целая, я так понимаю. Чтобы до него добраться. Ха-ха. А тут вопящие могли висеть. Как раз крест такой подходящий. Не крест, а что-то подобие того. Hello. Я пришел. Что у вас тут интересного? Высоту... Высоту сразу занимать? Или можно чуть попозже? Ничего себе тут денег сколько, смотрите. Это ж сокровище или мусор? Рука. Это кости, фу. Сибила, по твоей части. Иди зажуй что-нибудь. А, ну что нам расскажет эта рука? А где она? А вот она. Просто исцеление. Никакой информации. Дождевик. Давай прочтем. Давай прочтем. Варить. Зелия какие-то готовить. Все, что нашли, то и используем. Особо не занимаемся крафтом. Хотя в первом дивините занимались. Тут как бы всего хватает. То что-то есть. Кусок плоти. Сибила, это по твоей части. Не наелась еще рукой? Может, кушайте это. Пожалуйста. Внезапно вы ощущаете боль, жгучую, ослепляющую боль. Вы больше не можете кричать, только хрипло стонете. Вы слишком слабы, чтобы биться в своих цепях. Ваша стона заглушает уродливый лавящий голос, отреста кому-то приказывающий убрать. До вас доносят чудный звук свист стали, рассекающий воздух. Боль прекращается, вас поглощает тьма. Ну, по крайней мере, хотя бы узнали, что здесь происходило. Ну, пошли дальше. Ясно тут все. Ничего хорошего нас не ждет впереди. Высоту не знаю, может стоит занять? Блин, вон он, белоликий. Ребята, наверное, высоту будем занимать. Ну, по крайней мере, вы точно подруги. Вообще, какой-то демон, смотрите. Ого, 2300. Ого, 17 уровень. Самый мощный пока что у нас на сегодняшний день воин. Так, девчонки. Я в вас верю. Это самая лучшая высота. А это что за фигня? Зеркало из чернейшего зеркала. Ой, стекла. Ну, а мы с Фейном пойдем, наверное. Он на подстраховке, но я как броневик. Смотрю, к чему сейчас придем мы. Ну, привет. Вам является лик, виденный вами ранее в черном стекле, воплощенный в все душевных болезни, гниющей плоти, самых постыдных желаний. Все охватных страданий, бледный посланец короля бога, ошествующий по миру. Это белоликий. Фу. Я за него должен был играть? Что? Отражение. Что такое отражение? Что-то дает. Вы ощущаете, как он скребется у вас в мозгу, пытаясь цепляться за ваши мысли, найти способ проникнуть глубже. Его безумие, ярость и ненависть напирают на двери вашего сознания. Он ищет Альмиру. Представитель с Альмира, надменно смотрящий на него в ответ. Он одаривает вас долгим холодным взглядом, факел потрескивает, и неподалеку глухо ворчит. Лава. Потом, царапая ваш мозг, он спрашивает, зачем вы здесь? Вызвать в сознание образ Александра, передающего привет, и отправить белоликов к его создателю. Раз. Дать отпор. Ломиться в сознание белоликов, чтобы отыскать все тайны совета семьи. Давайте попробуем. Ваш лук страдает под натиском бессвязных звуков, колокольный звон, скрежет ногтей по стеклу, хохот безумия, боль. Потом белоликист рогает вас, и вы осознаете, что это не вы были в его сознании. Это он был вашим со всеми мучительными непереносимым безумием. Он знает, что вы хотите узнать тайны совета семьи. Он дает вам понять, что ему они известны, и вам никогда не вынудить его выдать их. Мозговые атаки начались. Просить, что он хочет? Он одаривает вас долгим холодным взглядом, факел потрескнет, неподалеку глухо ворчит лава. Потом, отцарапая ваш мозг, он спрашивает, зачем вы здесь. Там их несколько. Ну давайте, попробуем подраться. Воющее грязущая ярость вспыхивает у вас в мозгу, изо рта его вырывается оглушительный рев. Как если бы вся ярость мира внезапно ворвалась бы на свободу, и в вашем сознании этот рев превращается в слово. Убей! Нифига себе. Блин, блин, блин. Прекрати, мужчина. Что он делает? Воздушная чума, я не знаю, что это. Опа! Здрасте. Все, смерть. Сколько он походил? Сколько 10 он сделал ходов? 10? Он реально 10 ходов сделал, да? Снес всю броню и половину линии Лоуси. Нам, наверное, всегда рано еще. Посмотрите, сколько тут народа еще против нас играет. Грабитель Черного Круга. Что будем делать, ребята? Я не могу запрыгнуть. Как он туда запрыгнул, для меня это загадка, если честно. Надо, наверное, будет переигрывать. Знаете почему? Нам надо всем объединиться сейчас здесь, вверху. Реально надо объединиться вверху. Ну, у них, конечно, не очень много брони, но здоровье. Поймите меня правильно. Что мы с ним будем делать? Он же какой-то неадекват. 2000 брони, да нет, мы столько не снимем. Плюс еще армия у него внизу. Ну, давайте пробовать забегать наверх. Может быть, это нам поможет, конечно. Почему Сибила ходит в конце? Мне сейчас она нужна больше всего. Не знаю. Вор. Вор добежит, я знаю. Вор добежит, ему это... А, тут лестница есть? Тут лестница есть, а я пошел в обход. Ничего страшного. Здравствуйте. Так, давай адреналин сразу. Давай своего прихвастни сюда. Новый уровень, что это значит? Ладно. Ну, попробуем такую тактику. Вообще, надо, конечно, перегруппироваться. Это все не годится. Ну, ударил пару раз, если хочешь. Если не хочешь, не бей. Так, инкарнат. Ну, давай попробуем. Снять с него физику. Внимание. Ох, сколько вас! Реальных куча просто. Ни хрену себе, блин. Так, лоуси. Это надо срочно снимать броню. Я не знаю, как ты это будешь делать. Надо заблокировать было лестницу. Ну да, здесь надо блокироваться. А то так просто не выиграешь. 176, но крит был. Сколько там крови у нас много? 582 здоровья. Ну, давай. Хорош. Сибила. Снимай с него всю броню, какую можешь. Можно, конечно, его вышвырнуть отсюда, но не надо. Заражение. Ничего не даст. Давай 230. Нет, даст. Да, разве его, нахрен. Хорош. Но болезнь на него не действует, да? Ну, ладно. Ладно, пусть так и будет. Сибила. Адреналин. Отлично. Все, мы его дальше уложим, я думаю. Нет, он ходит следом. Он идет следом. Я не знаю, как его остановить. Он же нас сейчас порвет здесь всех. Ах. Ё-моё. Ну, давай его попробуем. Свои москитов на него насунуть. Ну, блин. У него кровотечение, но он сейчас будет ходить. Хорошо. Аковы боли, жертва плоти, да? Нет, аковы боли есть? Давай на него. Отлично. Куда это ты, друг мой? Куда это ты? Ко мне идешь, да? Воздушная чума на всех. Все, сейчас убьет Лоуси. Мимо. Сибил опять ходит. Интересненько. Интересненько. Так, меня надо сюда запускать. Лоуси надо лечить. Давай я брошу Лоуси. Лечение. Мне порча? Порча, не лечи ее. Чуть не вылечил. Но это мы умеем. Так, давай этих останавливать, подонков. Которые могут сюда сейчас прибежать. Давай вот это лучше. Блин, он горит. Он горит. Но этого не остановило. Гранату. Ни хрена себе броски у ребят. Вы красавцы. Так, я уже здесь, пацаны. Я уже здесь. Сейчас хороший прыжок такой. Блиц не получится провернуть, нет? Где тут блиц мой? Столько заклинаний, что уже все, растерялся. Подожди, преодоление есть, если что. Блиц атака, нет? Не дотяну. Не дотяну. Два очка действия. А прыжок Феникса? Ну давай, мы его сейчас уложим. Всем, конечно, попало, как говорится, по больному месту. Но я уже здесь. Не вижу. Его можно достать до него? Да, мы его вырубили. Отлично. Но не мы, а я. Так, у кого там физика проблема? Лоус, я здесь. Я здесь. Внимание, сейчас будут прыжки. Внимание. Клонение, ускорение. Пероната. Метка снайпера. Я не помню, что это, но это... Это... Это очень больно. Физика только что спасла жизнь Лоусу моя, кстати. Так. Ребята, надо его добивать. Если его убьем, остальную гвардию мы уже как-то разрушим. Но что нам делать? Ее лечить нельзя, блин. Порчи нет, можно лечиться. Порчи нет, ребята. Магия, физика. Так, ну что делаем? Сколько у него там здоровья? Я не вижу его вообще. Если честно. Пипец. Ушел с текстуры, да? Да, его нет здесь. Да как же это? Ладно, я тебя по-другому шибану. Ладно, лечить, наверное, сама подруга. У тебя ж нету порчи. Нет, порчи нет. Отлично. И давай, наверное, магию доспеха на себя. Во мне стоишь. Первый и помрешь. Все, годится. Даже еще раз можешь выстрелить. Два очка действия. Ну давай, если это он. Не попал, прикиньте. В землю стрельнул. Ну как можно не попасть? Ну еб. За ногу-то. Каменная броня на парня наложили. Вот это жесть вообще. Как можно не попасть? Ну он же лежит здесь, прямо передо мной. Ну в текстуры ушел, я понимаю. Так я-то тут при чем? Смотрите, меня сейчас убьют нахер. Ай, ёппер СТ. Что же делать-то? Ну я не вылечусь никак. Я не вижу этого парня. Все, его нет здесь. Белорики. Вот за ногу только можно его дернуть. Что? А, у него броня. Все, просрали мы эту... Эту многокодовочку. Из-за тупых ошибок. Идиотских. Моих. Естественно, сейчас я выброшу этого воровать сюда нахер. Здесь невеста. Там посидит. Ничего мы с ним не сделаем. У него уже 600... Фу-фу-фу. Все, перезапуск делаем. Ну перезапуск надо делать. Ну что я здесь могу сделать? Смотрите. Он опять воскрес. У него полное здоровье. Пипец просто. Из-за ошибки просто не попал. И перепутал, что у него есть физическая броня. Его просто добавили сюда. Эту физическую броню. Я забыл. Раздраконили меня нахрен. Так, все, загрузка. Идите в баню с таким раскладом. Кажется, все пошло хорошо, но потом все пошло через задницу, как это обычно бывает. Здесь очень мало места. Надо, наверное, расширяться. Потому что он лежит здесь, но мы не можем в него попасть. Только в коленку надо было попасть. Это тогда бы у его тела было. Засчитано, что я в него попадаю. На самом деле, его порвать мы должны были. Вот сюда мы его затаскиваем. Где-то будем мутузить его вот здесь. Здесь я сейчас поставлю бочку. Чтобы никто не залез и не слез. Да, собственно, чай с ним буду разговаривать. Сейчас его затяну, да и все. Бочку поставь. Мать твою. Бочку поставь. Чтобы никто не мог сюда залезть. Так. Есть. Дальше. Ну, бочку разрушат, конечно, при первом броске гранаты. Но мы отойдем, малость. Сибила, тебе его тащить. Я тебя предупреждаю. Ты можешь встать повыше. Нет, Сибила, тебе его тащить. Хорошо, начали. Хорошо. Если бы не ошибки тупые, именно тупые ошибки, мы бы его порвали. Ну, конечно, он может финт какой-то выкинуть. Потому что, я так понимаю, это самый главный босс безымянного острова, наверное. Или Александр, или он. Кто-то из двух. Ну, что ты, затащишь его за ногу? А, ну. Вполне. Вполне он наш. Даже можем еще отойти, чтобы тебя не пуляли. Отсюда затащишь? Вполне. Поэтому сюда его забрасываем. Там будет бочка, они будут подходить отсюда. Мы здесь все закипятим лавой. Ну, он будет ходить, конечно, на первую. Ну, понятно. Ну, тогда здесь и поговорим. Я буду снизу, потому что будет снизу подходить народ. Лоуси можешь подняться выше. Потому что тебя что-то бьет он больше всего. Сибила. На месте. Я на месте. Все на месте. Все разъединены. Ты иди тоже сюда. Будем бить его отсюда. Ну, давайте попробуем такой вариант. Тащи. Давай сюда. Хеллоу. А вот и поговорим. Не на того нарвались. Опа. Так, воздушная чума. Я не знаю, что это, но неприятная вещь, наверное. Так, мимо. Отлично. А я вот не промажу, приятель. Держись. Фера себе эти уронища. Проклятие на землю. Хорошо. Хорошо. Проклятие наложили, нельзя лечиться. Но это мы уясним. Что вот это за чума? Что она дает? Телосложение минус 4, урон минус 30. Все проблемное у нас. Все проблемное. Поэтому урона сильного не получится. У нас с ним. Но будем бить заклинаниями. Давай, заражение. Поехали. Не сработает, конечно, но мы его хотя бы потрепаем малость. Ублюдка. Давай еще вот этим. Отлично. Что вот это? Будем делать? Нескостяная клетка. Может быть, да. Надо клетку. Как раз восполнит ей полностью всю броню. У меня, правда, ее немного. Но пусть будет. Так. Из этих опасен. Те, кто подходят слева и дают физическую броню вот этому шлепку. Так, ушлепок. Но на этот раз тебе не сдоброва. Держи. Теперь я уже не промажу по твоей коленке. 270. Ну что, все сразу, может быть, бабахнем. Наносит физического урона. Если ваша физическая броня выше. Она выше. Физическая броня уничтожается. Может отправить нокдаун. Это было бы неплохо. Давайте попробуем. Преодоление прошло. Но нокдаун не отправили, к сожалению. Броню убрали, конечно. Но нокдаун не ушел. Зараза. А когда он будет ходить? Он будет ходить после Фейна. Фейн в курицу его превратит. Нормально. Нормально. Главное, чтобы физику ему никто не восстановил. Тогда будет все окей. Ну что будем делать? Давай бить его. Так как умеем. Можем пронзить. Но там мало эффекта, конечно. Ну давай пронзим. Или вот этот клык снайпера. Ключ урона броня игнорируется. Но броня нам не нужна. Ответный выстрел. Но тут его не будет. Ну давай пронзим. Хорош. Хорош. Вот эти пока добегут. Главное, чтобы они по лестнице не прорвались. Ну что, Фейн, твой выход. Твой выход, дорогой друг. Давай в петуха его. Отлично. А потом я буду его нокдаун держать. Главное, чтобы те не подобрались поближе. Хорош. Бери адреналин. Надо побольше нанести урона. Давай сухожилие. Нет, давай вот этого. Инкарнат. С этой стороны. Есть. Нас стало больше. Ну все. Одно очко у тебя оставим. Инкарнат. Мач. Хорош. И еще один удар. Тысяча осталась. Нормально. Сибила, тут будут подбегать сейчас. Вот этих ублюдков надо отсюда выбрасывать. Сможешь до него дотянуться, нет? А, не скоро еще телепортация будет. Но это хорошо с одной стороны. Можешь, конечно, подойти. Плюнуть. Чтобы он помедленнее заходил сюда. Давай, наверное, ты подойдешь. Ты можешь туда броснуть сейчас, нет? О, отлично. Нет, не отлично. Не попадем. В бочку попадем. Ну давай сюда. Один ход сюда. О, то что надо. Давай этого закроем. Только без огня. Отлично. Замедление. Это что нужно? Берем адреналин. И зачем он нам нужен? Ну бери адреналин, пока возможно. И отходи сюда. Один ход, чтобы тебе не видно было. Вообще. Есть. И можешь швыронуть, я не знаю что. Что, молнией мыши ударить? Нет, молнией не забить. О, вот это можно вшибануть. Давай вот этого еще привяжем. Хорош. И там замедление, здесь замедление. Пусть попробуют. Плащ, кинжал наш, уважаемый. Бомба, нет? Отлично. Отлично. Камень помешал. И он замедлен, видите, он не может сюда войти. Так, ребята, нужно сделать все, что возможно, чтобы его зарубить. Давай, чтобы он не убегал сначала. Хорош, увещай, увещай, то, что надо. Все сразу не получится, у нас нет истока. Физика нужна кому? Сколько у тебя тут брони? Броню тебе восстанавливать, нет? Или потом? А, наверное, его попробуем убить, потому что все остальное. Что это такое? Союзники подъездом цена повернувляют вам 50% получаемого урона. Это хорошая вещь, но не сейчас. О, это у него броня, да? Угу. Там у меня ничего скрытого, нет? Нет, только гранаты. Можно дать ярость. Активная броня. Можно дать... Выбранный союзник гарантированно наносит критические удары. Ладно, давай. Так, хорошо. Осторожно. Вот это самая опасная тварь. Сейчас ему броню даст, и все, и мы проиграли. Его надо отбросить отсюда. Еще быстрее, тем лучше. Блин, он уже здесь. Вот сволочь, жешь. Сибила. Ой, Лоуси. Давай, мочи. По полной программе убираем. Блин, ответка идет. А, отражающий же урон. Снаряды все летят обратно. Ну ладно, терпи. Терпи, подруга. Сейчас, Фейн, ты должен будешь его убить со своим инкарнатом. Давай. Ты сможешь, приятель. Давай серию из трех. Годится. Воскрес! Это что такое за нахрен? Он воскрес. Белоликий. И сколько он так будет у нас воскрешаться? Не знаю, не знаю. Мне это не нравится. Мне это не нравится. Ладно, ждем. Воскрес. Король бог его воскресил. Брони дал и половину жизни. Фух, это не очень весело. Блин, этот спрятался. Сейчас бы его откинул. Он сейчас просто брони на него набросит. Моментально. Вот же зараза. Зараза. И магию, и физики ему дал. А мне нечем ударить физикой. Вообще нечем. Все закрыто. Есть только здесь у меня второй. Пипец. Теперь не могу тут попасть. Вот это можно ударить. А, само пожертвование стоит. Не стоит. Короче, две жизни у чувака. Это жесть. Это жесть. Я не знаю, что делать сейчас. Тут просто подходит следующий. Его бы выбросить нахрен отсюда. Ладно, стой на месте. Стой пока на месте. Бор идет. По лестнице? По лестнице. Там, там правда бочка. Мне вот интересно. Похрен через бочку прошел. Обожаю такие моменты. Респект, как говорится. Разрыв сухожилия. Отлично. Просто обожаю. Нахрен бочку. Ну зачем же бочка, если можно через нее пройти? Правильно? Так как мы провалили перед этим бой. В текстуру ушел. Замечательно. В такие моменты, конечно, да. Хочется кричать. Причем громко. На, урод. Не убрал физику всю. Не убрал всю физику. Да как это возможно-то? Охренеть можно. Ты меня выбешиваешь просто. Ну сейчас уберу физику. Так а что мы дальше будем делать? Петуха не повесить. Ничего не повесить. Ничего не положить. Этого я не достану. Не знаю, что делать. Так бы я его завалил сейчас. Но походу не выйдет. Ну давай физику уберу, конечно. Ну это сейчас ему даст броню полностью. Каменная броня. Ну это ожидали. Но просто так сожились обстоятельства, что он за камнем спрятался. Его нельзя было отбросить. И пронзание на всех. Опять пипец творится просто. Взял через бочку, прошел. Да как ты через бочку прошел? Тут заблокировано все. Нет же жесть просто какая-то. У него 650 брони. А почему бы и нет, да? Скажите вы. Мы их всех подожжем. 500 брони осталось. 500 брони. Фейн сейчас сдохнет. Да и я уже без брони. Еще и огонь здесь проклятый же, да? Нет, обычный пока что. Мы не уберем эту броню. Она сейчас будет ее восстанавливать просто и все. Все, что он будет делать. Ядрен батон. Давай физику. Ой, магическую броню восстанавливаю. Фейну. У нас прогне стоит. Больше толку будет. Ну и все. Что еще можно посоветовать? Водушевление всем. Проклятых нет? Здесь нет. Жесть. Вот если бы я так умел стрелять. Вот если бы я вот так бы умел стрелять. Снизу. Я его не вижу, честно. Он стреляет с темноты просто. Ух, бомбит уже. Это просто невероятно. Обалдеть просто. 505 брони. Вот этот ублюдок стоит рядом. Сибил, я так понял, в нокдауне, да? Костяная клетка. Нахрена нужна тогда? Что будем делать? Как с него снимать броню? Бляха-муха. Ужасающая жестокость. Физического урона в воздухе вызывает отцелекровое течение. Сопротивление магическое броня. У него и того, и того дохрена. Заводная игрушка. Ну давай. Все, что могли. Больше ничего не можем. Можешь взять крылья, чтобы парить над поверхностью. Мм, да. Тут не ударишь. Одно очко. Крылья. Можно, конечно, переместиться. Но опять же, так ничего не даст. У тебя магическое есть броня? Еще есть. Ну давай, инкарнат. Последний твой. Шанс. Неплохо ты его ударил. Я тебе скажу. Он умер. Он умер. У нас некропламя, ребята. Уходим с огня. Нет, не уходим с огня. Выбрасывай этого мудака отсюда. Нахрен выбрасывай этого мудака. Другой конец мира. Там как раз и замедление будет. И нам хорошо. Все заходим в эту дверь. И закрываем ее. Но главное с огня уйти. Давай, это некропламя. Нам конец будет, если мы не уйдем сейчас. Беги, беги, беги. Все било. Отлично. Так, что тут за мразь стоит? Не обращаем на него внимания. Так, этого мы отбросили. Какое-то время там замедлиться. А мы сейчас будем рубить эту тварь. Мы убили его. Она без физики? Без физики. Могу, конечно, не достать. Но могу и достать. Я иду. Все-таки давайте атаковать. Закрываться не будем. Ничего страшного не произойдет. Я думаю... Есть. Выключаем урода. Есть. Физическая броня нам поможет, нет? Да, в принципе, поможет. Давай. Он встал уже? Ни хренась. 45 крону. Отлично. Это хорошо. Сейчас мы пригвозим, чтобы он не бегал далеко. Подожди. Нет, мы походим в камень. Мы попадем в камень. Только так можно. Мы так тоже попадем в камень. Замечательно. Ну, давай сюда тогда. Если ты там попадешь в камень, и здесь попадешь в камень. Прыгай вниз. И трешку им выдай. Крит. Хорош. Так, этот пошел наверх. Что будем делать? У него ускорение. Метла. А, метка. 266. Так, что-то надо с подонком этим делать. Я вот думаю, что. Станешь здесь, начнут тебя пулять. Все, кому не лень. Оставлять тоже нельзя. Бочка нахрен здесь не нужна. Иллюзия. Тупая иллюзия. Которая стоит и просто ничего не делает. Ладно, я думаю. Но все равно надо сюда сруливать. Нет, надел. Мимо? Мимо? Как это мимо? Ну, как это мимо? Ну, блин, бомбить сейчас начнет. Это реально. Ну, как мимо? Еще и урон я себе нанял, что ли? Урон получается? Да. Ну, мимо-то мимо, понятно. Ничего не сделаешь. Мимо? Кайф. Просто кайф. Конец хода. Ну, давай, инкарнат. Добежишь, нет? О! Ты красавец просто. Последний урон все-таки нанес. Кровотечение. Ну, ты не добежишь уже, я думаю. Из огня. Нет, добежал как-то. Молодец. Так, Сибила. Дело в следующем. Вот этот, наверное, опаснее будет, ублюдок. Хотя, что мы с ним можем сделать? Нет, можем наложить еще на него. Выберите цель. Что, не видно его, да? Ногаш есть? Ну, я же говорю, да я тебя достану, тварь. Так, есть. Тебе надо что-то лечиться, защищаться. Не знаю, что тебе нужно. Что у тебя? Хрен его знает, что у тебя. Броню какую-то на физическую? Или защиту от смерти? Ты же сейчас не помрешь? Или, может, помрешь? Какое может быть? Ладно, давай лечи себя. Хотя, тебе лучше, наверное, нанести какой-то урон, блин. Сокрушающий. Или замедлить кого-нибудь. Можешь замедлить этого парня, нет? Нет, не дали. О! Был шанс. А ну, еще раз. Ну, здесь же где-то есть. Цель не зоны видимости. Нам цель не нужна. Нам просто замедлить его надо. Он, был... Была же возможность, а ну. Пульни туда. Ну, давай же. Нельзя. Нельзя. Ладно, давай сюда. Пусть парень офигеет. Ну, лечись тогда давай. Оковы боли. О! Идеально. Опять за ногу. Чтобы ты там не пулялся сильно. А мы теперь с тобой связаны одной цепью, подруга. Скорее всего. Да, это подруга. Так, этот замедленный. Далеко не добежит. Это хорошо. Но у него есть что? Проклятие. Я лечиться не могу. Ну и ладно. Зато у меня кое-кто есть под рукой. Устрашительница черного круга. Сначала она получит щитом по морде. Это будет больно, конечно. А теперь она ляжет спать. Чтобы неповадно было ей. Хотя она встает после первого уже нокдауна. Но ход пропускает. Ход пропускает. И это здорово. Давай, плюс 45 процентов к урону. Мгновенная смерть. Ну что? Теперь держим осаду. Теперь держим осаду. Все сюда. Все на возвышенность, господа. Подожди. Не спеши, приятель. Не спеши. А теперь можешь спешить. Отлично. То, что нужно. Стоишь задом к нам? Задом. Так, мы тебя очаровать-то можем, походу, да? Нет, магическая броня. А тебя не можем очаровать? У тебя тоже магическая броня. А кто еще остался? Кто-то там вдали должен был быть. Нет, это все, по-моему. Это, по-моему, все. Ладно. Мы тебя и так добьем. Ну, давай сначала двушку тебе в спину. Отлично. И трешку в спину. Нет, не трешка. Я тебя заберу сначала, твой арбалет. Посмотри, как ты будешь стреляться без него. Забрал, нет? Не знаю. Это не арбалет был. Но все равно приятно. Иди ударь его. Хорош. Вот это ударил на 27 тысяч. Так, ребята. Остался у нас, походу, один, да? Да, походу, остался один. Чего нам его бояться? Копим очки и ждем, с какой стороны он вылезет. Желательно всем занять высоту. Физическая броня. Кому? Этот умирает у нас? Нет, он нормально себя чувствует. Инкарнат вообще классный парень. Надо качать, короче, эта тема. Помощник в бою очень поможет. Давайте здесь, наверное, сделаем лужицу. А, она загорится. Блин. Ладно, будет огонек. Сейчас факел долбан. Надо было потушить. Я на него еще смотрел, блин, давным-давно. Ну, давай броню. Физическую себе. Я давно на него смотрел, на этот факел. Мало бы она не помог, он все равно прыгает. Приказ о молчании. Да, Фейн особо не разговорчив. Серия удара, Фейн. Я понял. Сейчас я подойду таким же Макаром. А, у меня нечем прыгать. У меня нечем прыгать, простите. Я бы подошел. И подойду. Ну что? Не пожалел, что сюда приперся, урод? Что там у нас? Физики нет? Нет. Сейчас тебя пригвозим, уродина. Крит. Да, больно. Ну и оковы боли. Как ты думаешь? Конечно же, я к тебе их прибью. Что ты не делал глупых движений? Фейн, можешь отомстить. А можешь просто сбежать. Решать тебе. Можем его сделать своим. Можем превратить в петуха. Нет, петуха не сейчас. Подожди, магическая броня, да, защита? Магическая, есть магическая броня? Нет у него магическая броня. Делаем его своим. Очарование. Он теперь наш зеленющий. Он тебя не ударит. Ни разу. Можем ему порезать сухожилия. А можем нанести просто серию ударов из трех. Давай серию ударов из трех. Это будет лучше. Инкарнат. Ты, конечно, умираешь, но ты должен. Ты должен его ударить. Давай. Его все бьют. Он, короче, бьет инкарнат и качает здоровье. Это очень крутой парень просто. Все било. Давай. Болезни всякие там. Всякую хрень. Адреналинщики. Можем его цепной молнией. Хотя там все пострадают, наверное. Я точно пострадаю. Давай огнем. Угненный хлыст. Эх, далековато. Ну давай тогда пылающие кинжалы. Только аккуратно. Давай. Отлично. Только в него и попал. Ну и все. Можем кого-то вылечить, если проклятий ни у кого нет. В принципе, все здоровы. Можно не лечиться. Не надо лечиться. Все, по конец хода. Он проснулся. А, он за нас же. Не повезло тебе быть за нас. В эту минуту все пока. Удар щитом обычно... Обычно смертелен. Все, мы справились. Со второго раза, но справились. Так, все там живы. Все живы. Инкарнат даже жив. Вот это парень. Нет, вот это парень. Но два хода вызывается. Обалдеть. Надо качать призыв. Усилять этих ребят. Спасибо, друг. Ты, считай, из нас выручил. Ты там кого-то убил. Что там пишут? Мы с вами убили Белоликова. Теперь, наверное, ход истории изменился. Необычный посетитель. Александр выдал нам накидку, которая съедет иллюзии. С ее помощью можно найти лого Белоликова. Белоликова больше нет. Все? Предводитель боя с черного круга на острове был зародован эльфа, известный как Белоликий. Он погиб в сражении. Ну, да, зародованный эльф. Так и было. Хорошо. Грабите черного круга. Я теперь надеюсь на крутые вещи. Ключ. Старый ключ. Отчего? Белоликий. Ну, удиви меня чем-нибудь полезным, интересным. Ну, давай. Воу. Рука. В одной из рук понимает того, что не стоит поднимать оторванный, конечно, все земли, сорванный в рюкзак. У кое-друге, а другой руки нет. Это мне предъявить, наверное, надо, да? Ладно, пока есть не буду. Веер ножей уже имеется. Неопознанные сапоги. Фазовый конденсатор. Заряд может использовать. Пожелтевшая кольчуга. Ядовитая кожа. Ловкость плюс 3 интеллект. Ох. Ловкость и интеллект это то, что у нас лоуси любят. Любят совмещать ловкость и интеллект как раз для нее. Круто. Сейчас мы ей это сразу и подарим. Впервые нашел предмет, который идеально подходит для нее. Тем более, смотрите. Ну, конечно, броня магическая пострадает. Но физики тебе, конечно, равных не будет. Почти как у меня такая же. Интеллект еще добавится плюс 2. Плюс 1 ловкость, геомантия, пирокинетика, некромантия тебе особо не нужна. У нас сопротивление яда отражает 20% в ближнем бою, как урон ядом. Еще получишь ядовитая кожа. Навык. И еще и руну можно вставить. Новый год какой-то. Так, сюда мы вставили. Ядовитая кожа куда-то там добавилась. Сейчас я вытащу руну отсюда и вставлю ее туда. Управление рунами. Здесь она дает телосложение. Плюс 2 и максимум физической брони. Извлекаем. Управление рунами. Вставляем. Поэтому ты ничего не потеряешь особо. Готово. Так, это на продажу можешь. Я тебе сразу даю. Волшебный головной убор. Подожди, это зачем? Ладно. Есть такое дело. А это у кого он лежит? У меня что ли? Ну да. Рука. Рука пусть будет. Это можно отдать Фейну. Это отдать Лоуси. Где сапоги? Вот они. 100. Скрытность движения. Опять же нужна сила. Но это на меня. Наверное. Сила, потому что 14-то ни у кого нет. 152 физики. 134. У меня лучше. Но силы больше никто не потянет. К сожалению. Фейна 13. Понятно. У нее тоже силы нет. Жалко. Но пусть будут. Пусть они лежат у Фейна. Может сила когда-то появится. Ключ какой-то есть и рука. Руку я не знаю. Пока не буду съедать. Может как доказательство пойдет. Хорошо. Кто тут у нас? Стакан. Продадим. Осквернитель. Белолики. Трое здесь было. Ребята. Объединяемся. Объединяемся. Мы перегружены? Нет. Чужеродная сущность тени. А их что? Разве было трое все? Еще что-то было. Не знаю. Ну. Бочка кстати. Свою роль не отыграла. Жалко. Раньше мы баррикады строили. Надо было наверное не бочку ставить. Блин. Надо было отсюда. Вот это ж не зря здесь стоит. Вот реально вот это добро здесь не зря стоит. Перетащить все надо было. И сделать эту баррикаду. И здесь можно было. Блин. Точно. А я одну бочку поставил. Ну конечно раньше проходила. И бочка одной достаточно была. Так там хрень какая-то есть. А это трон. Проклятая нефть. Даже имеется. Ничего себе тут у вас. Весело. Наконечник ядовитого. Облако. Кинжал бойца пусть забирает Лоуси. Зеркало из чернейшего стекла. Ну это я возьму. А нет. Это не брать надо. Это использовать надо. А где оно здесь? Не знаю. Где-то было. Так. Ну ладно. Я не знаю. Зеркало. Взаимодействовать. Не взаимодействовать с ним. Граната любви. О. Это то что. Порабощение. Да? Которое. А ну граната любви. Нет. Света. Подождите. Мы это читали. Света ручная. Брошюри подобно описывается как бросать их, когда отпускать святую ручную гранату. Здесь есть проверенные таблицы, которые вам предлагают заполнить вероятно запутанные правила ролевой игры. С товарищем для отработки самого броска. Наконец на последней странице приведен простой рецепт изготовления гранаты. Найдите редкую сферу святую ручную гранаты, откройте и заполните морскими звездами. Закройте, граната готова. Или пойдите в магазин, заплатите деньги и не моручьте себе голову. Действительно. Да, не прочитал я этот рецепт. Тут еще один появился. Так, а где он? Вот он. Если здесь написано правда, то вы теперь сможете сделать настоящее приворотное зелье. В том случае, если ваша вторая половинка не испытывает жажда этим зелем, жажда и зелье можно в кого-нибудь швырнуть, сосуд разобьется и жертва вдохнув пары зелья тут же окажется очарованный. Для приготовления требуется только мед, как поэтичный. Довольно редкий сосуд в виде сердца. Сосуды я, наверное, не встречал. Ну, рецепт, конечно, пригодится. Отлично. Все, можно его продавать же. Думаю, да. Хорошо. Отлично. Так, ну ты навсегда, наверное, останешься с этой развеять иллюзию. Кстати, невидимость убирает. Это очень хорошее заклинание, особенно на тебя, когда вор нападает. Помните, когда-то исчезал? И попробуй его найди, блин. Так, хорошо. Ну что, пока зеркала трогать не буду, давайте все обыщем. Неизвестно, чем это закончится. Флакон с проклятым ядом. Карта. Это документ, испрещен загадочными символами, знаками, значения которых вам непонятно. Однако в их расположении явно есть некий смысл. Судя по соединяющим их стрелкам и линиям, это могут быть планы сражения. Отдайте, кто-то поумнее посмотрит. Ну, тут все одинаково, да, Сибилла? Ты тоже ничего не видишь? Она тоже ничего не видит. Так, подожди, флакон возьмешь. Отлично. Короче, какой-то обитель демона какого-то здесь. Все проклятое, все это. Ну, понятно, что за него бы не дрался никогда в жизни. Белоликий. Ну, воскрешение, конечно, которое владеют эти ребята, это, конечно... Ух ты, там проход еще даже есть. А к какому это храму выход? Интересно. Воскреситься один раз за бой, это было бы здорово. Пошли наверх, еще залезем. Воу. Даже камера не приспособлена. Вороночник. О, сундучок. Невидимый. Как ее вытащить? Куда это я пошел? А, в принципе, к нему можно спуститься. Я тогда спущусь. Я не гордый. Тут все. Ну да, тут проход какая-то... Куда-то в другую область. Стрела. Что-нибудь, сундуков-то нет? Уживиться даже нечем. Особо. Ну, броня, конечно, хороша. Ничего не скажешь. Я бы такую не купил бы, наверное. В ближайшее время на тысяч 10, наверное, стоило бы. Учитывая, что у меня нет денег. Все потрачено. О, тут тоже иллюзия. Тут можно зайти с двух сторон. Но это тоже, по-моему, иллюзия. А ну ее сюда все било. А ну, дуй сюда давай. А ну, шибани иллюзию. Да, мы-то теперь с вами, как орехи. Заходим, ребята. Прогнивший торс. Ё-моё. Что произошло? Воу, я куда-то выхожу. Хм. Секретная область какая-то. Прогнивший торс. Ивилла, бери его себе. Что-то заяд. Откуда он взялся? Это просто... По сторонам смотрел. Нифига себе тут золото у вас. Ладно, пошли налево сначала. Тепло у вас. Большая руна яда. Ого. Это редкая вещь. Мы можем ее купить, конечно. Но она стоит недешево. О, воскрешение. Селяй ужас сердца, чтобы прочитать и узнать кое-что о создании предмета. Хорошо. Еще что-нибудь есть? Невидимое. Незамеченное нами. Наверное, есть. Вау. Ладно. Разбегайся. Белки все равно. Умерла. Так, что там мы еще нашли? Похоже, это дневник солдата, и в нем рассказывается об успешных походах, которых противника удалось испугать и оставить сдаться без боя. Сначала вы предполагаете, что это мирный трактат о психологии войны, но потом находите между страницами небольшой листок с рецептом изготовления гранаты, селяющей ужас сердца врагов. Увы, для изготовления требуется измученная душа одна, что ли. У меня такой есть, да? Ну, есть. То есть, даю лишние вещи. Кстати, черное зеркало. У меня их уже два. Давайте их положим в отдельное место. Как, собственно, и руку, которую мы нашли. Еще призраков надо поискать будет. Дайдлоус. Не забыть, конечно же. Я думаю, мы того мертвеца найдем. И мне надо восстановить три моих очка истока. Теперь это, я понимаю, очень важная характеристика в боях. Потому что можно применить один раз только прием, а в следующий раз надо будет все это восполнить. Кстати, струпов уж можно восполнять, а я этим никогда не занимался. Как-то брезговал. Где тут рюкзак? Что там в рюкзаке? Ничего. Значит, на продажу. Так, письмо. По порядку. Вы не можете разобрать ни слова. Фейн. Тоже ничего не можете разобрать. Сибила. Ладно, отдаем Фейну. Может, поумнее. Поумнее ты прочитает. Бокал вина, нож, окровавленная нога. Сибила, это по твоей части. Так, гвозди, нож, цветок, цветки. Почем там нынче ножи? Нет, такие ножи я брать не буду. Ладно. Как скажете. Какая-то... Ух! Это очень ценно. Как-то прям нельзя пропускать. Зал схороняться надо. Вещь такая-то крутая. Куча денег. По одной монетке, конечно, но все же есть. Наконец-то 105 положили. Слушай, ничего пропускать нельзя, сами же понимаете. Везде может быть коест. Так, гнилая отрезанная голова, Сибила, это по твоей части. Мы золото, мы глаз, может, тоже здесь. Ладно, глаз я возьму. Хотя глаз надо было тебе, его тоже съесть-то можно. Сейчас я тебе его и передам. Потом пир устроим. Пикничок. Трубяков поедем. А давай попробуем. Съешь потом на досуге. Какая-то книга. В глубину мои приключения в Караскарских шахтах. Рубин Линдобородый. Автор рассказа это своих путешествий в знаменитые шахты и описывает встречи с опасными созданиями глубин. Как ни странно, ни одно из этих созданий неизвестно науке. Примечания издателя относятся к эту книгу к жанру к изномской социальной сатиры. На продажу. Не могу, не пожаловаться на дурные условия содержания в этой тюрьме. Нас кормят помоями. Приходится терпеть жестокое обращение стражей о камеры. Дальнейшие строки вымраны красными чернилами. После чего идет продолжение написано трясущейся рукой. Еда отменная. Это мы читали уже. Попадалась такая книга. Еда отменная. Все довольны. Так, это тоже на продажу можно отдать. Отдать. Дневник черного круга. Ну, это пусть пока полежит. Так, хорошо. Сохраняемся. Вижу маленький сундучок. Главное ничего не пропустить. Сибила, ты собираешь куски тел, мы собираем все остальное. Цветочек. Так, чернильца тоже можно взять. Гвозди, не знаю, для крафта. Но я с собой не крафчу. Картина. Да? Женский портрет. Это по картинам у нас есть искусствовед. Ее зовут. Цель слишком тяжелая. Сколько она весит? Подожди. Какой нож? Я ж картины вижу. А, там нож торчит. Я ее вытащу. А что теперь она больше не активна? Женский портрет. Сколько он весит? Хрена себе, что? Сто килограмм? Сто пятьдесят килограмм весит. Нифига себе. Почти угадал. Почти угадал. Так, это что за фигня? К доске пришпилены карты. Странные, похожие на схемы сражения. Диаграмм бумажки. Именами, некоторые из которых подчеркнуты золотолстым, черно-красным, чернильными линиями. Ваше имя в списке последнее. Меня бы тоже, я так понял. Убили бы, да? Если попадется на пути предатель Таркин, оставшийся из истинного короля, то надлежит сразить его на месте король и кровь смешать с вином и выпить на вашу победу. Таркин у нас в безопасности. Но будем знать, что его тоже искали. Поэтому, если бы мы с Белоликим снюхались, то пришлось бы Таркина, наверное, того грохнуть. Так, клещи. Это для обезвреживания заточка. 175. Лоуси можно взять. Но мне киджал обычно тоже дорогой. Да, 275. Я возьму еще гвозди, мало ли. Так, кто-то у нас уже переполнен. Лоуси что-то вообще перестало таскать вещи. Воу. Ничего себе. А ну. Штаны. Интеллект на мага. 42.213. Сопротивление воздуху. Восприятие. Мы потеряем смысл. Да нет, у меня такие же. А, ты не хочешь? 42.213. Потеряешь физику, конечно. Да. Нет. Пока не надо. Ладно, пусть у меня лежат, раз ты не можешь тащить. Я потащу бокал вина. Дайте сундук еще. О, у меня есть ключ. Да, вот от этого, оказывается, ключ был. Рукоять избавительницы. Испрещена пятнами, выбоинами и царапанными. Полуночные забурные годы службы. Там, где когда-то был клинок, теперь ничего нет. Щит и сапоги. Слушайте, а что это такое? Ключ в свободе. Квестовый предмет мы нашли. Альмира попросила нас принести два обломка избавительницы с безымянным островом. Ну, нашли. Один. Надо его выложить куда-то. Один нашли. Так, что за меч? Опознаем. Ого! Щит. Круто. Круто. Круто, но менять свой, наверное, не буду. Два телосложения, стойкость. Четыре инициатива. Точность остается на месте. Я получаю инициативу, теряю стойкость. Сопротивление яду меняю на сопротивление в воде, а два телосложения меняю на возмездие, блин. Мой лучше чуть-чуть. Благодаря стойкости, телосложению и возмездию. Ой, не возмездию, а шанс поставить блок 10%. Блин, классно, классно. Еще чуть-чуть бы характеристики перебросить, перебросить бы парочку. Инициатива уклонения. Ловкость 14. Ну, это тут надо смотреть. Да зря я купил сапоги. Инициатива 2 остается. Уклонение, правда, потеряем. Но приобретем немножко в броне. Только в физической. Но потеряем сопротивление яда. Приобретем 90 очков здоровья. Ну что, давайте поменяем, наверное. Уклонение, правда, процента понизится на 4. Но зато инициатива появится. Что такое инициатива? Я уже не помню, если честно. Ну что-то очень важное, я думаю, да? Инициатива. Где ее посмотреть? Ну, это не здесь, наверное. Стойкость. Стойкость. Стойкость лидерства. Понятно. Инициатива. Я не помню, что это за характеристики. Где-то она была. Где-то я про нее читал. Точность уклонения, магическая броня, урон, восприятие. Но тут ее точно нет. О! Инициатива влияет на очередность ходов в бою. Во время боя враги ваш отряд атакуют по очереди. Чем выше инициатива отдельного персонажа, тем быстрее идет. Понятно. Понятно. Ты раньше ходить будешь. Ну и хорошо. С лука стрелять всегда полезно. Это ж не ближний бой выходить. Пульнуло и разбежались. Нормально. Тут все хорошо. Претензий нет. Сюда будем выходить, нет? Это зеркала. Что это? А, это железная дева. Это труп какой-то. Руки, ноги. Ну пошли посмотрим. Нож. О, это я не проверял. Бочка. Хоть бы что-нибудь положили. Ну хоть зубочистку. Письмо. Так, бокал вина возьму. Письмо Виндега. Удачная находка. И таинственное послание. И книга. И записка из Бейл. Да, это удачная находка. Измученная душа. Давайте сразу столы проверим. Ты, значит, тролль. Ты что ж, не пруха-то такая. Ладно, что там за записки. Господин мой владыка, я терпеть не могу извиняться, однако положение мое незавидно. Пробужденные мешали мне на каждом шагу. Всякий раз, когда казалось, что с ними наконец покончено, они появлялись вновь. Вы, должно быть, усомнились во мне. Я и сама начинаю себе сомневаться. Но молю вас, дайте мне последний шанс, преданный вам Виндегом. Знакомое имя какое-то. Таинственное послание. Да, почти мы. Если исполнится худшее, то вскоре дома начнут между собой войну. Все сходится вернее, чем осень сменяет лето. План движется вперед быстро. И теперь я могу уверить вас, что империя развалится подточено изнутри. Если мы не сможем остановить красное пророчество. Искренне ваш. Принц теней. Кстати, кстати, нам его надо убить. Древо нам заказало принца теней. Надо бы вчитаться в эту записку. И определить, кого убивать. Древо или принца теней. Так, какая-то книга. Ничего мы не смогли разобрать. Отдаем это фейн. Ладно, пусть у меня лежит. Так, еще какая-то. Б. Кто-то ругается. Нет никаких причин сомневаться в команде миротворца или преданности Лохара. Грузу направляющийся в Аркс. Ничего не угрожает. Это Лохар еще с прошлой главы. Я полагаю, что трех дюжин бочонки тумана смерти для наших целей будет более чем достаточно. Королева Ястиня по-прежнему не задает лишних вопросов. И остается безвольной и безмозлой куклой в руках нашего господина исполнителя из Бейл. Ну, это уже прошлое. Но туман сгущается. Квест все-таки обновился. Мы сможем найти Мишеля Росса на свадьбе... А, вот так квест продолжается, а не обновился. Возможно, он поможет нам раскрыть загор корей. Туман смерти спрятан где-то в Арксе. И он может в любой момент опустошить город по навощению из Бейл. Ну да, груст-то пошел. Груст-то отправился. Все, что мы могли, вот посмотрели. Где там вы ловушку увидели? Ловушка, реально. Угу. Так, надо ловушку чуть-чуть разгрузить. Что-то она совсем не тащит. Понятно, щитов набросали. Всяких. Да, это все. Что, нормально? Полегчал? Полегчал. Так. Щит, кстати, где-то надо на госпоже месте выложить. Там как-то можно туда отправлять предметы. А это что? А, это... Блин, я вот эту штуку затащил. Женский портрет за 150 килограмм. Представляете цену его? Это было бы круто. Так, я хотел врубить здесь этот... Призраковидение. Побегать немножко. То есть я даже, может, не вернусь. Так, призрак... Нет, это не призрак. Это на миникарте Белка. Здесь не было никого. Нам бы истока попить. Немного. Военный зал. По карте мы... Сейчас откуда-то... Куда-то, вернее, выйдем. Тут еще, кстати, есть какой-то выход. Ладно. Не все сразу. Осторожно, ловушки. Дальше тоже могут быть ловушки. Причем серьезные. Это ядовитая ловушка. Не на стихии. Осторожно, остат... Ох, как мы прошли-то. А, видимо, видите? Как они перестраховались. Опа! А то вот и сам... Тот самый Виндег, о котором шла речь. Понятно? Которую записку мы только что прочитали. А это куда у тебя выход? А у тебя тут выхода нет, что ли? Я думал, тут... Выведешь нас отсюда. Но здравствуйте. О, пробужденный, какая радость. Ты по мне скучал? Погоди, не отвечай. Конечно, скучал. Мой повелитель дал мне еще один шанс. Такой милости и мудрости, что до тебя-то у тебя шансов больше нет. Сколько их у тебя было прежде? Два-три сотня. Ты уже, наверное, со счета сбился. Подождите, я ее... Я ее помню где-то. Где-то я его видел. Закатить глаза, снова она. Поднять оружие и покончить с этим. Потребовать, чтобы она открыла планы своего господина. Вам нужны ответы. Где-то мы с ней виделись, но у меня уже вылетело с головы. Спросить, как так вышло, что она еще жива? Жизнь после смерти это привилегия избранных, дорогой. Чтобы он меня избрал, я должна понести ему всего... Нанести всего один удар. Она смотрит на вас прищуренными глазами. Слова не слетают с ее губ, но вы все равно слышите их, будто она их произнесла. Твою голову. Блин. Что ты от нас хочешь, Виндега? Ничего, медно не могли разойтись, что ли? Да у тебя брони практически нет, ты обречена. Нет, знаешь, как мы поступим? Мы тебя подтянем сюда. Кто-то все равно нас запуляешь. Мы же знаем, кто ты. Подтянем вот сюда. Ну, отлично. И тут тебя... Он, правда, на сейчас ходить будет. Вот этот проход для нас может стать последним. Так, мы ее подтянули. Аплодисменты. Давай, снимай всю броню с ней. Все, она болеет. Болеет, болеет. Очень сильно болеет. А, значит, оковы болены у нее. А, раз болеет все, ты наша. Сибила себя обезопасила. Ну-ну, что она будет делать, интересно. Блин, надо было так, по возможности, поближе было. Костяная клетка. Оборвала, да? Нет, не оборвала, ты все равно у меня под колпаком, тварь. Опа. Какая быстрая смерть в лаву. А что мы так не сделали? А что, так можно было? Замечательно просто. Я обожаю таких бойцов. Блин, надо было реально ее в лаву бросить. Собственно, и того мужика можно было в лаву бросить и расслабиться. Нет, блин, я выбрал самый сложный путь. Там же тоже лава была где-то. Ну, е-мое, ладно, сейчас мы ее добьем. Блин, прости, Лоуси, но не уберегли. Давай инкарната вместе веселей бить. Так, инкарнат пришел, давай адреналин. Вот же сволочь редкая, конечно. Мы тролля так хотели в прошлой серии зарубасить. А на нас. Ладно, инкарнат, добей ее. Все, мы ее добили. Кто там был? Напомните мне, кто это видит. Я потом, конечно, найду, кто это. Будущая рода эльфийского. Мы снова встретили виндико-убийцу с корабля, что шел в форт. А, радость, она бормотала о том, как наградил ее король бог. Точно, но это было очень давно. Очень давно мы с ней встречались. Про логи еще. Все, ясно. Ясно, ясно, ясно. Теперь все понятно. Окей. А я думаю, кто ты такая, зараза? Вот и встретились. А, у нас же труп. Пардон. У нас же трупик на борту. Хорошо, что вещи не остаются в лаве. Подожди, как она меня вытащит? Ууу. И сюда. Подожди, я ее достану? Может, не стоило сохраняться раньше времени? Воу. Может, и не достану? Она ее забросила. Подожди, если она туда ее забросила, значит, отсюда ее можно и вытащить. Логично? Нет, нельзя, прикиньте. Я не могу ее вытащить. А что я не могу портретом ее воскресить? Выберите цель. Ни хрена не понял. Ладно, я подойду ближе. Я могу и сюда подойти. Вот отсюда можно ее цепануть. Нет, ну, конечно, молодцы тоже, да? Пять с плюсом. Забросить можно, а вытащить нельзя. Ну, как же, что она туда забросила ее? Хрен я ее отсюда вытащу. Походу, загружаться придется. Пипец какой-то с этой пещерой в этот раз. Так, претензий, конечно, к игре нет, но вот такое вот. А ну, иди сюда. А, отсюда попробуй. Подожди, отсюда можно. Ну, если она туда ее забросила, значит, прямое видение должно быть. Картины, да? Да, можно за ногу вытащить. Это жесть вообще, смотри, за ногу. За самый край. Ну, дала бабка, конечно. Лоуси, как жизнь? Как поживаешь вообще? Так, а что ж тут-то у нас? Куски кожи. Это на кой нам надо? Лоуси, это ты... Ой, Сибила, это ты тоже будешь есть, да? А, мастер может с ним сделать что-нибудь интересное. Так, а ну давай призрака сюда. Она по-любому здесь должна тусить. Что, нет ее, да? Виндега. Ладно, давай, наверное, вытягивание истока, да? Нормально. Я что-то как-то брезгал раньше вот это делать. Точильный круг, металлолом, клещ. Ну, у нас, в принципе, не расходовался исток никогда. И на побережье жнеца всегда можно было его накачать сколько угодно. Помните? Поэтому как-то особо проблем не испытывал. 100 килограмм, эльфийский меч, 645. Это можно продать будет. Возвращение с Совета 7. Металлолом, клещи. Ого. Ого. Это хорошая сумма в итоге будет. Что же металлолом? Ладно, мы это все толкнем. На корабле. Или у эльфов. Где тогда толкнем? Точильный камень на корабле. Так, ну это-то понятно. Я думал, тут выход будет. Нет, здесь просто виндика была. А это что? О, у меня ключ открыл практически все. Еще сундук. Небольшой, но есть. Все, это круг, да, получается? Ну да, выходим там, где заходили. Еще раз проверяем местность. Тут развал какой-то нет. Сундуков нет здесь в лаве где-то? Ох, слепит-то как. Нет, ну здесь я уже был, тут проверял, тут все исследовал. Короче, что мог, нашел. Что не мог, то не нашел. Тут еще, правда, по карте можно посмотреть. Подожди, по карте. Выход один, да, выход всего один на безымянный остров. Вот здесь еще какой-то мост есть. Если слева сейчас... О, подожди, вороночник. Или вороночник. А сюда мы забирались? Пошли еще зеркала потрогаем. В зеркале вновь возникает дымчатая пелена, из которой проявляется рыцарь, вселяющий доспех. А солнечные отброски так играют на шлеме, что лица не разглядеть лица. Увидев вас, он захлопывает зеркало. Слушайте, может, надо было и верхнее залезть, а? Может, мы сейчас узнаем еще какую-то информацию. Ну, ползи сюда. Сейчас мы тут пару ловушек еще наступим. Там же еще вверху зеркало было одно. А ну. Тошнотворная муть развеивается и проявляется еще более тошнотворная муть, как будто зеркало валяется забыто на дне колодца. Понял. То есть, через вот эти вот экраны она, оно или он, безлики, связывался с миром, да? Одно из зеркал было у меня. Давайте все уже проверим. Ну, теперь, я так понял, стычки с черным кругом по всему острову нам обеспечены, да? Даже без диалогов. Ну, а что делать? Липкие миазмы в недрах зеркала слабо мерцают и проявляются лицо богатого, одетого... Но богато одетая гномиха пристально обглядывается в вас. Потом с шипения он захлопывает зеркало и исчезает. Понял вас. Стекло открывается, блеклая дымка, которая мерцает и превращается в громилу черного круга. Здоровенный и уродливый, при виде вас он поднимает бровь. Велить ему доложиться. Ты не белоликий. Сказать ему, чтобы принял ванну. Вы даже сюда чувствуете, как от него несет. Сказать, а, двуязыки, это вот те, которые возле храма эльфов стояли. Сказать двуязыкому, что у белоликого есть для него поручение. Командир в лагере, который называют безмолной. Предательница. Король бог бы приказал ее казнить. Прикиньте, сейчас можно натравить безмолну, которую мы встретили, с двуязыким. Хорошо, что мы с ней познакомились перед этим. Теперь можем дать эту команду. Никогда не верил безмолной. Белоликому скажи, будет сделано. Король бог хочет. Король бог получает. Он поднимает руку, на прощание исчезает, убрав зеркало. Блин, ну мы правда лишились опыта, конечно, но так мы... Одних на других натравили, прикиньте. Благодаря тому, что познакомились в начале серии с этой дамочкой. Давайте еще сюда. Зеркало темное, затуманенное. В глубине невозможно разглядеть ничего. А тут я, по-моему, был, да? Ну да. Что это за рыцарь еще в сияющих доспехах? Вот это мне интересно. Откуда у него зеркало? Игномиха. Так, вот сюда можно еще запрыгануть. Тут есть кровать. Даже это не кровать, это... Для камеры пыток. Созданная вещь. Ну туда, наверное, не запрыгнешь, да? Хотя сверху можно попробовать. В общем, там разборка сейчас слева идет. А ну давай попробуем. Да, можно. Я же говорю, можно. Отлично. Ну что, сам пойду посмотрю, наверное. Тут, наверное, я... Надо, наверное, сюда эту, Сибилу. У нее уж... Восприятие лучше всего. А зачем я сюда попал? Какие-то горы трупов. Нога. Свиток, золото, каменная броня. Все. Не достать. А что же это такое? Короче, а ну, братва, дуйте сюда. Синий. Может, инициатива нужна выше... Ой, инициатива, а восприятие. Нет, не нужна. А туда никто не хочет прыгануть. Можно взаимодействовать, но туда не достать. Не знаю, зачем этот камера пыток наверху. Хоть бы что-то положили интересное. Ну, я ногу, конечно, нашел. Одна белка осталась. Не при делах. Так, все остальные через портал. Да ладно, не орите. Это всего лишь огонь. Врубая призраков, будем мы сюда выходить. Все понятно, в общем. Один призрак есть. Вверху все-таки он остался. Так, подождите, я пожру. Один остался. Как раз тот, кто нам нужен. Мы его сейчас, наверное, и засосем тоже. Здорово, белоликий. Че тебя бог не призвал твой? Он ухмыляется, но вы ощущаете его ненависть, ярость, нетерпимую жажду крови, вашей крови. Он тянется к вашему разуму, ничего не выходит, у него нет больше власти над вами. Подтянуться в его разум и поискать ключа от горы, в поисках ключа от горы. Он воет от боли, ненависти и бешенства, пытается оттолкнуть вас, но не может. Он закрывает глаза и призывает на помощь. Все. Яростный шквал воспоминаний захлёстывает в вас образы. Так мелькает, что вы едва успеваете что-то запомнить. Ребенок Эльф, луна, солнце, пустота, грязь, смерть в тумане среди деревьев. И, наконец, двадцать тысяч. И часть ключа от горы, Ралик, Врагир, Зорстиса, поконяется солнце. Ну все, нам больше не нужен. Внезапно, впервые с тех пор, как вы увидели его лицо, он выказывает страх. Король Бог обещал ему бессмертие, но сейчас... Нееееет. Все, он наш. И мы еще какой-то квест обновили. Одно очко и столько. Годится. Так, квест мы обновили в безымянный остров, который называется... Правильное расположение все пьедесталы с солнцем и луной. Зорстиса греет кровь в лучах солнца. Цендериус испочитает взгляд луны. Ралик обращает лицо к солнцу. Ярос Рагира жжет слово солнце. Короче, Врагира и Ралика и Церцендериус мы нашли. Осталось только одно было найти. Храм Зорстиса. И мы нашли комбинацию. В принципе, Александара тоже можно вырезать, если очень хочется. А если не хочется, можно оставить. Потому что схема у нас уже найдена. Мы вытащили ее из кого. Ну что, давайте трупы еще высосим. У нас такая возможность есть. Раз у них душ нет, значит мы их по-другому используем. Жалко нельзя душу, а потом еще и тело, чтобы два очка и столько получить. Давай, забираем. Ну, два, одну не восстановили. Ну, я думаю, мы там стравили толпу. Совсем недалеко. На выходе. Там трупов будет много и без нас. А мы только соберем... Нет, добьем победителя потом. Добьем, да. Кто там победил. В этой всей схватке. И... И в итоге тогда... Пойдем к Александару. И скажем ему, что безликого больше нет. А он нам скажет... Эту самую схему. Слышите? Я слышу звуки битвы. Где-то здесь уже идет сражение. Короче, та толпа черного круга напала на эту. Но мы, конечно, потеряем опыт в связи с сражениями. Но, я думаю, в следующей серии будет интересно посмотреть, кто победит. Двуязыки или безмолвные. На этом все, друзья. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий Канал Шедвилл Плейд. До новых серий Divinity Original Sin 2. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok